Хотел бы ты увидеть настоящего чародея, который умеет становиться невидимым, или менять форму, или ходить по воде. Конечно, все хотят с ним познакомиться, но волшебники ближе, чем ты думаешь. Присмотри с деревьев, видишь что-нибудь? Что-нибудь особенное? Нет? Это как раз и есть волшебство. Ты думаешь, что видишь нежные зеленые листочки? А на самом деле с листочком притворилась бабочка. В природе немало живых существ и растений, которые способны творить волшебство. Например, устроить фейерверк или засветиться, как лампочка. Не веришь? Самая искусная невидимка – это хамелеон. Вот настоящий волшебник. Посмотри, какой у него загадочный вид. Хамелеон умеет менять цвет, словно включает волшебный фонарь. Он может стать зеленым или красным, или даже желтым, или фиолетовым. И даже в крапинку, в полоску. Представляешь? Люди художника тоже умеют проделывать такой фокус, чтобы превратиться в невидимку. Нужно стать такого же цвета, как фон, на котором ты находишься. Так же прячется и хамелеон. Обычно он бывает цвета листьев, в которых прячется. Но есть еще одна причина, по которой это существо меняет цвет. Так хамелеон показывает, какое у него настроение. Если он остается зеленым, то у него хорошее настроение. А если он краснеет, то лучше оставить его в покое, потому что он сердится. Как хамелеону дается менять цвет? Благодаря его удивительной коже. Клитки кожи у хамелеона умеют принимать разные цвета. Поэтому они научились у радуги. Ты знаешь, как образуется радуга? В каплях дождя сложный солнечный свет расщепляется на семь простых цветов. Хамелеон научился повторять этот фокус, и его кожа делает то же самое. Ведь это настоящее волшебство, правда? Да, настоящий волшебник может стать невидимым. Например, бабочка-стеклянница. И вправду может называть себя колдуньей. Ее название говорит само за себя. Эта бабочка как будто сделана из стекла. По крайней мере, ее крылья. Сквозь нее можно смотреть, как сквозь окно. Вот почему ее не видно. Волшебники живут не только на суше, но и в воде. Например, каракатица. Катится, быстро исчезает из виду. Она умеет распылять вокруг себя чернильное облако, в котором ее совсем не видно. Мало того, она как хамелеон умеет принимать цвет окружающей среды. И стеклянные осьминоги умеют становиться полностью прозрачными. Осьминог – величайший волшебник. Калибри. Очаровательное создание. Маленькая птичка умеет неподвижно висеть в воздухе. И даже летать задом наперед, как вертолет. Калибри быстро-быстро машет своими крылышками вперед и назад. Так быстро, что крыльев почти не видно. Пока ты вздохнешь и выдохнешь один раз, калибри успеет сто раз вдохнуть крыльями. Представляешь? Эта способность неподвижно висеть в воздухе помогает калибри вставлять свой тоненький длинный клюв в сердцевину цветка. Там глубоко внутри спрятан восхитительный нектар. Калибри сосет нектар клювом. Коктейль молочный коктейль соломенький. А потом переплетает в следующему цветку. Если сесть в лодку и поплыть далеко-далеко в открытый океан, можно увидеть, как что-то пролетает мимо. Может быть это птица или бабочка? Нет. Если вы присмотритесь внимательно, то увидите в воздухе рыбу. Как же так, спросите вы? Ведь рыбы должны плавать в воде. Это всем известно. В том-то и дело, что эта рыба непростая. Это летучая рыба. У нее такие большие жабры, и она пользуется ими, как крыльями. Выпрыгивает из воды, раскрывает жабры и летит по воздуху. Она с легкостью может пролетать целых 100 метров. А это, между прочим, длина огромного корабля. Да, летучая рыба выпрыгивает из воды, чтобы избежать опасных подводных хищников. Геккон. Это ящерица, которой завидуют многие волшебники. Она умеет ходить вверх тормашками, а люди нет. У геккона лапки удивительной формы. Они легко цепляются к потолку. Без клея, без липучек, без единого крючка. Никто не понимает, как ящерица это делает. Это секрет геккона. Конечно, ты видел тигра. Он очень ярко-оранжевого цвета с черными полосками. И в зоопарке сразу бросается в глаза. А вот в природе тигра трудно заметить. Среди сухих ветвей в саванне или в джунглях он почти невидимый. И ступая тихо-тихо совсем не слышно. Ты не заметишь, как тирк подкрадется к тебе. Будь осторожен. Ящерица Василиска живет в Южной Америке. Она смешно спасается от врагов как на суше, так и на воде. Поднимается на задние лапки и убегает. Лапки у нее как мелькают. Быстро-быстро. И поэтому ящерица не успевают утонуть. Выходит она, умеет ходить по воде. Не успеет шморкнуть, а она уже далеко убежала. Если оказаться в нужном месте в нужное время, можно увидеть фонарики, мерцающие в темноте. Вот только на самом деле это не фонарики, это насекомые светлячки. У них светится нижняя часть брюшка. Чаще светятся самки светлячков. Так они привлекают самочек. У некоторых видов светятся только самцы или только самки. Иногда светятся личинки светлячков. С помощью мерцания эти насекомые отпугивают врагов. Но людей так не отпугнешь. Для людей светлячки это настоящее волшебство. Морские анемоны притворяются растениями. А на самом деле они плотоядные животные. Они умеют жалить своими ядовитыми щупальцами. Только рыба-клоун может жить рядом с морским анемоном. Чтобы подманить добычу, морские анемоны стараются выглядеть очень привлекательными. Они ярко окрашены, а некоторые виды даже светятся. Это очень красиво, но лучше держаться подальше от такой красоты. Деревья живут очень-очень долго, сто лет. Это много для человека. А для дерева ничего особенного. Дерево может прожить 200, 500 и даже тысячу лет. С каждым годом стволы у него становятся все толще. И в нем образуется новое годовое кольцо. Сколько колет, столько и лет дереву. Старые деревья необыкновенно могучи. Киты живут примерно столько же, сколько люди. От 70 до 90 лет. Но гренландский кит – исключение. Этому гиганту может быть 200 лет. Многие животные, которые обитают в воде, живут очень долго. Карпы, кои, красивые рыбки с пятнышками на спинках живут по 100 лет. А некоторые экземпляры и по 200. Самый старый карп коя умер в возрасте 226 лет. Поэтому, если увидишь такую рыбку в пруду, знаешь, что он может быть старше твоих прабабушек и прадедушек. Черепахи – очень медлительные и спокойные существа. Возможно, поэтому они и живут так долго. Обычные черепахи живут 100 лет, а гигантские черепахи гораздо больше. Некоторые из них носят свой панцирь на спине по 250 лет. Для этого уж точно нужно быть волшебником. Обыкновенные моллюски живут около 30 или 40 лет. Ну а моллюску розы в холодных водах Ледовитого океана. Живут они очень древние виды, которые исполнилось 400 лет. И они еще не самые старые. Ученым встретился такой экземпляр, который дожил до 507 лет. Может быть, он такой один, а может быть, таких моллюсков много. Просто люди их еще и не встретили. Красный морской еж живет до 200 лет. Растение вельвичия удивительное, которое растет на западном побережье Африки, достигает невероятного возраста. А настоящий чемпион-долгожитель – это бессмертная медуза. Она умеет возвращать себе молодость после того, как она совсем застарится. Снова возвращает молоденькую. Бессмертная медуза – единственная, кто владеет этой магией и может жить вечно. Люди почти никогда не замечали, кого – черную пантеру в темноте. А вот она их прекрасно видит. Она привыкла охотиться ночью. Как только начинает смеркаться, она просыпается и прислушивается. Ее зоркие глаза видит в 6-8 раз лучше, чем человеческие. Птицы – удивительные волшебники. Они всегда находят дорогу домой. Ты скажешь, а что тут такого? Любой может вернуться домой. Нет уж. Это очень сложно. Кажется, невыполнимая задача. Знаешь, кто может с ней справиться? Голубь. Когда не было электронной почты, люди использовали голубей, чтобы доставлять письма в далекие страны. Голубь находит путь, ориентируясь по положению Солнца, а ночью – по звездам и по Луне. И даже если пасмурная погода, облачная погода, голуби все равно не заблудится. Наверное, ему помогает магнитное поле Земли. Как у голубя это получается, до сих пор остается загадкой. Пчелы способны видеть то, что не могут видеть люди – ультрафиолетовые лучи. Эти лучи есть в радуге, рядом с фиолетовым цветом. Но мы их не видим, несмотря на их красоту. А вот пчела видит. Многие цветы отражают ультрафиолетовые лучи, поэтому пчелы их лучше замечают. И даже объясняют друг другу, как долететь до цветка, чтобы добыть самый лучший мед. Змеи умеют охотиться не только днем, но и ночью, кромешной темноте. Они обладают способностью чувствовать тепло. У животных температура отличается от температуры окружающего воздуха. Возможно, вот так и видит змея в полной темноте. Грибы выглядят очень аппетитными, но будьте осторожны. Они могут принести много вреда. Не успеешь оглянуться, как почувствуешь себя плохо. Большинство грибов съедобные, но есть ядовитые. От них погибают животные, иногда и люди. Нужно научиться узнавать опасные виды. Поэтому трудно отличить от съедобных, если такие грибы, которые нельзя отравить. Но можно заболеть или почувствовать себя очень необычно. Яд гриба попадает в кровь оттуда в мозг. И внезапно вы почувствуете себя словно во сне. Этот сон может оказаться веселым или наоборот страшным. Например, вам покажут, что вокруг висят пауки с огромными паутинами или ужасное чудовище. И все это из-за тарелки ядовитого грибного супа. Грибы настоящие волшебники, лучше их не трогать. А посмотрите на красивые красные маки. Вы когда-нибудь замечали их среди травы? Или, может быть, ставили вазу с водой? Наверняка вот тогда и не знали, что это необычные цветы. Когда цветок мака увидят, он превращается в зеленую коробочку. Внутри нее семена. Маковыми семенами посыпают душистые булочки и сладкие рулеты. У семян мака есть удивительные свойства. Они могут успокаивать человека. Существо, которое добывает из них, используют в больницах для обезболивания. Даже если больной ужасно страдает после укола, этого вещества он совсем перестает испытывать боль. Вот такой силой обладают маки. Морской слизень живет на дне моря. В некоторых странах, например, в Чили и на Аляске, люди его видят и едят. Морской слизень похож на твердый кусочек жвачной резинки. Но только пробовать его не стоит, потому что некоторые виды этого животного ядовиты. Слизень на этой картинке точно ядовитый. Это можно сразу определить по его цвету. Если животное скромное и незаметное, значит оно не ядовитое. Но чем ярче цвет, тем опаснее животное. Как будто оно говорит тебе, смотри, тебя же предупреждали. Королевская кобра в длину от 3 до 5 метров. Это самая большая ядовитая змея в мире. Одним укусом она может убить человека. Даже огромный слон может погибнуть от ее укуса. И все же яд кобры очень полезен. Маленькие капельки яда перерабатывают в лекарство, которое спасает удея тяжелых болезней. Поэтому кобра великий волшебник. Она умеет убивать и умеет исцелять. Лягушка кажется смешными и безобидными животными, но только не ядовитая лягушка-древолаз. Она живет в джунглях Южной Америки. Очень ярко окрашена и питается ядовитыми клещами. Яд насекомых выступает у лягушки на коже. Поэтому если дотронется до древолаза, лучше сразу хорошенько унуть руки. Потому что эта лягушка – одно из самых ядовитых животных в мире. Дикие племена пропитывают ее ядом наконечники своими стрелами. Стрекозы изящные, а насекомые маленькими вертолетиками, они снуют в воздухе на берегу реки. Когда-то они родились в этой воде. Мама стрекоза откладывала яйца в ел. Вылупившиеся личинки живут в воде. Сначала они бывают некрасивыми, коричневые существа, больше похожи на червячков. А потом происходит чудо. Под водой личинки начинают линять. Один раз, второй, третий, и так 10 или 15 раз подряд. Каждый раз из старой оболочки личинка выходит все больше и больше, когда она подрастет и окрепнет, то вылезает из воды и совершает последнюю метаморфозу. Держась за травинку, она сушит и, наконец, раскрывает свои прозрачные крылья. Если ты заболеешь, тебе дают лекарства. Это понимает даже шимпанзек. Когда у него болит живот или мышца, он точно знает, какое лекарство нужно принимать. Конечно, шимпанзе не пойдет к доктору с таблеткой. Эти обезьяны сами себе врачи. В джунглях растет много полезных растений. Чтобы спасти от комаров, шимпанзе смазывает себя листьями лайма. Боли в животе лечат листьями аспилии, а древесным углем очищает кишечник. Когда у других обезьян-аргунтанов появляется детеныш, мама долго носит его на себе. Это очень тяжело. А рунгутаны жуют листочки вернонии, чтобы облегчить боль в мышцах. Так что шимпанзе и аргутаны – настоящие обезьяни-врачи. Бомбардир трескучий – это жук, который чем-то похож на пушку. Если на него нападают муравьи, то бомбардир стреляет во врага ядовитой жидкостью. И эта жидкость взрывается. Чтобы этого не произошло прямо внутри тела, бомбардир хранит взрывчатые вещества по отдельности в разных железах. А когда выстреливает, жидкости смешиваются только... Если рыбу-фугу грозит опасность, она исполняет невероятный трюк. Всасывает в себя воду и раздувается, как большой колючий шар. Кожа у этой рыбы растягивается, словно резинка, вдоль своего тела. Испуганный враг убегает, а рыба-фугу втягивает шипы, спускает проглоченную воду и уменьшается до обычного размера. Свою волшебную силу она приобретает на всякий случай. Ну что, теперь ты веришь в чудеса? Поверь, волшебники реальны. И теперь ты знаешь, где их искать в природе. Так не счесть чудес. Представь себе, что морские коньки меняют цвет, когда ухаживают друг за другом. И для этого им даже не нужно произносить заклинания. Представь, что единороги существуют на самом деле. Они живут в океане и называются нервалами. На голове и у нервала растет метровый рог. Может быть, он нужен тебе? А может, ему, чтобы измерять, насколько вокруг соленая вода. Или производить впечатление на подругу. Никто точно не знает, зачем. Впрочем, нельзя же знать, все на свете верно.